20 января Грозен должен был биться, так как соперника случилась травма, он снялся с боя. Это никто не застрахован от травм. Конечно, готовился, вес придерживал, был в лучшей форме на самом деле. Я очень хорошо подошел к этому бою, но он не состоялся. Я его давно знаю, очень хорошо знаю. У нас тоже отношения хорошо. Ничего плохого нет у нас. Клетки там, друзья не бывают. Клетки там должен показать. Конечно, я чемпион, я должен защищать свой поезд. Это моя цель защищать поезд. Я грэпплер, Расул тоже грэпплер. Он борется хорошо, я тоже хорошо. У Расулу проблемы со стойкой. Но я не скажу, что он со стойкой тоже слаб. У нас больше будет партер. Я думаю, мы будем бороться. Думаю, до пятого раунда бой не будет у нас. Сегодня это уже будет видно, что и как. Кто подошел в лучшей форме. Думаю, бой просто мне будет. Это однозначно. Сached tons. Субтитры сделал DT. Все-таки оператор. Субтитры сделал DT. Продолжение следует... 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 Вновь работает над улучшением позиции чемпион. По такому поединку возможная функциональная подготовка будет иметь далеко не последнее значение. По послоночнику бить нельзя именно об этом. Карабазецкий напоминает Аскару. И пытается удушающе довести до ума. Есть замок. Аскар Аскарова. И кажется, что здесь контроля может хватить. Но ощущение было в самом начале, что через челюсть этот прием шел. Вот сейчас мы видим, что все-таки предплечье под подбородком не продето. Сейчас разворачивает соперника Аскар Аскаров. И вот теперь как раз плохо. А у Аскарова и все кончено. Аскар Аскаров остается чемпионом ICB весовой категории на 57 килограммов. Невероятно абсолютно по темпу и по напряженности поединок. Аскар Аскаров просто беспощаден. Настоящая машина. Сумасшедшую борьбу показал сегодня чемпион. Вторую защиту ярчайшую провел. Очередная победа приемом. Десятая победа. Юбилейная. И какая яркая. Все победы в карьере Аскар Аскарова досрочные. Да, причем Расул Абасханов терпел до последнего. Был готов умереть, но не сдаться. И вот смотрите момент, когда понял уже Лукаш Басадский, что надо бой останавливать. Потому что, ну, засыпал. Там, наверное, в доле секунды оставалось и без сознания остался бы Расул Абасханов. Аскар был прав. Эта встреча не прослилась всей пять раундов. Очень быстро, можно сказать, разобрался чемпион с очередным претендентом. Аскар по-настоящему звезда ACB, звезда отечественного ММА. Да, мы часто говорят о вещах, за которые не любят дивизион до 57 килограммов. А сегодня мы увидели все, за что этот дивизион любят. Потрясающие скорости, темп, техника, невероятного обоих спортсменов. Продолжение следует... И остается чемпионом в величайшей весовой категории, ACB Аскар. Наши поздравления абсолютно спокойные и невозмутимые. Но, как правило, Аскар не дает волю эмоциям. Действительно, это было очень круто. Безусловно, есть определенный дефицит бойцов в этой весовой категории и матчмейкерам ACB придется поломать голову с кем же в следующий раз свести Аскара Аскарова. Аскар, 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 love, that is 10 fights. 10 fights, 10 impressive finishes. Where does this rank among your victories? Саламу алейкум. Добрый вечер, Москва. Я много говорить не буду. Спасибо большое за поддержку. Саламу алейкум. Привет, Москва. Привет, Москва. Я не буду говорить много. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Аскар, Аскар! Саламу алейкум. Саламу алейкум. Акар, Аскар. Ассар. Акар Ассар.